Привет, друзья! Сегодня в прекрасный воскресный день. Мы прекрасно проводим время на колесе обозрения. Прекрасно, потому что у Юлии и у Евгении боязнь высоты. Колоссальная боязнь высоты. Мне кажется, что кабиночки на колесе обозрения стали более усовершенствованными. Более безопасны, да? Надеюсь. Да, именно для вашего сегодняшнего испытания их сделали более безопасными, комфортными. И я бы даже сказал, более не страшными. На четверых, да? Да. Сумка моя войдет. Да, нас пустят и втроем. Твоя сумка обеспечит необходимый балласт. Четвертый, вместо четвертый. Вместо мишки. Он сказал, что у него дела, дела. Да, 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 да. Он сославшись на дела. Муж Юлии Михаил. Он это все слышит. Поэтому мы это вырежем. Там никто не ездит. Это подвозят космонавтов к колесу обозрения. Но мы добираемся пешком. Касса есть. Отлично. Женя, интересно, если ты передумаешь, тебе вернут деньги. Тебя снимут, свет. Остановите колесо и снимите меня отсюда. Здравствуйте, а сколько по продолжительности? 7 с половиной минуты. Ого. Идут с месячным ребенком и говорят, можно прокатиться? Я говорю, у нас можно, если вы сами рискуете. А чем мы рискуем? Я говорю, а свет отключат, и вы останетесь на высоте. У девушек и так боязнь высоты, а вы им и такое рассказываете. Месячный ребенок. Три давайте, ага. Вот так, месячный веду. И нигде не бояться. Вот они, заветные билеты на Титаник. А что ты едешь в тормашке? Так а я хочу, когда ли я так и держу. Я даже не смотрела. Как ощущения? Ну, пока терпимо. Товарищ Гагарин, что вы чувствуете? Я в туалет сходила уже специально. Это мы должны на скаку? Да. Вот сюда становитесь, к старту приготовьтесь. Так. Первый готовится. Ты так дверь открываешь, чтобы не сигали-то. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Да. Не вставать. Да, садись туда, да. Чтоб это, уравновесить меня. Итак, сейчас мы поднимаемся на высоту 35 метров. Так, ну пока еще. Товарищ Леонов, скажите, что вы чувствуете? Так, я не Леонов, я Терешкова. Да. Валентина. А, Валентина и Светлана Савицкая. Ну что, понимаешь? Уже, уже так это. Ну сейчас еще на уровне третьего. Третьего, еще пока. Да ладно, от силы второго. Не, ну Дима, когда будет девятого, ты нам скажешь. Да, конечно. Что скрипело? Это отошел страховочный трос. Не беспокойтесь, это не рушится колесо, это спецэффект. Какой спецэффект? Так это когда видно. А это звуковой спецэффект. Ай, как красиво. Становит. А так вы смотрите вперед, так страшно. Нет, вперед, вот лучше прямо вот на уровне. А мне наоборот, а мне наоборот кажется... Нет, вниз. Город утопает в яблоневом цветов. Нет, я думаю, когда в сторону смотришь, вот наоборот, тогда не так страшно, как вперед или вниз. Вот примерно сейчас мы на высоте девятого этажа. Так, а ты подожди, а так вы будете посидеть на высоте 30? Да, да, да. Так, я вижу крышу красной звезды. Я же не боюсь высоты. А я вижу ТЭЦ-5. ТЭЦ-5? Да. А там, походу, как это Чикаловский звезд. Это Чикаловский поселок. А мы, это, в пик вершины еще далеко. Да. Ну, мы приближаемся, кстати. На самом деле не очень-то и страшно, потому что очень легкий. Потому что нет, вот, как-то, где сгруппали руки раньше. Раньше, конечно, такие кабинки были. Да. И колесо не стояло. Да. Можно было... Можно было... Можно было... Можно было поворачиваться. А сейчас мы к вершине приближаемся. Буквально через 2 метра мы оказываемся на высоте 35 метров над поверхностью земли. И это, там, примерно 235 метров над поверхностью моря. Индустриальный пейзаж города. Давай, может, я тебя пустила. И Юлия, что вы ощущаете? Вы на вершине мира. Чисто я уже не боюсь встать. Ну, сказали, нельзя встать, поэтому я не буду сидеть. А-а-а. Механизм старый. Я могу сейчас даже вас раскачать? Источенный временем. Давайте покачаемся. Я теперь вижу, что мы вниз пошли. Вот кабинка на нашем уровне. Ну что-то, ну правда, не страшно. Ты разочарована. Нет, 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 классно, мне нравится. А с той стороны смотри, как красиво. А там еще одно колесо поменьше. Да, ну зачем поменьше? Ну мы-то решили самое мощное использовать. Девушки, у вас не было желания любого человека, поднявшегося вверх, плюнуть вниз? С высоты, кстати, и так не заметны, и грязи, и других проблем городских. Я думаю, наши власти так не едут. Смирает себе колесо, пацаны, и любуйся прекрасным городом, да. Можно морально готовиться к выходу, его нужно производить так же быстро. Я бы сказал, это будет не выход, это будет десантирование. Если бы оно быстрее гораздо, тогда было бы страшно. А так оно очень медленно. Неспешно. Поэтому даже я настолько боящаяся высоты, то спокойно вообще, у меня даже пульс ровный. Пульс ровный. Подтверждаю, пульс не более ста. Нет, это много. 76 ударов. Ну, 77. Ну ладно. 237. Да. Все? Ты требуешь продолжения банкета? Нет, нет, нормально. Поехали, посмотрели. Да, я к ней теперь посмотрю. Все ты посмотрел. До пенсии хватит ощущений на колесе. Мне хоть и захочется будет. Ну, все, ну, нормально. Это может быть, наверное, есть же вообще к нам 5 раз больше, да? Ну, я думаю, не в России, но в Лондоне. В Лондоне. Вот это да, наверное. В следующий раз на колесе обозрения мы катаемся в Лондоне. Следующая жизнь, я видела. Ах, надо же. Да, приготовиться. В Лондоне еще не открыли. Ты рано приготовилась. Ну, да. Дмитрий, как вы? Ощути себя на вершине мира. Ощути себя Богом. Ощути себя всемогущим. Поднимись на колесе обозрения. Вау! Браво! Ууу! Ощути себя на вершине мира.